МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации, телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Няма часу баставать. Гомсельмаш працуя у звычайным режиме, але вельми напруженным. У завода шмат заказов. Наши правы и нормы закона. За отказами на актуальные пытанни мы звернулися у Комитет по праце занятостей социальной обороны. А це не зробленное. Выники социально-экономичного развития мазыра все не обмерковали на посадженні Аблаканкама. А зараз обгэта меньшим, больш падрабязна. Заховать краину незалежной, жить и працевать народной земли. В регионе протягиваются митинги у патрымку миру, безпеки и спокою. Сёня выказать своё мерковання. Люди вышли на улицы Речицы, Будо-Кошалёва, Светлогорска и інших районных центров. Неравнодушные до лёс Украины гомельчане собралися на пляцо цыкаля кінотеатра «Мир». Падрабязнасті далей у сюжеті. Место мероприемства обрано символично. Сюды пришлі ты, хто супрать гвалту, хто хоче заховаць мир на беларускай землі. Сёня гомельчане пришли на митинг у патрымку безпеки и спокою разом со своими родными. Нельха допустить громадзянського супротстояния, кажуть Яны. Мы за мир и стабильную Беларусь. Мы очень рады сегодня быть на этом митинге. Это счастье, я хочу сказать, за мир, за нашу протитающую Беларусь. Люди, давайте все жить дружно, мирно. Пускай этот мир как был и останется. Давайте все беларусы за мир, за нашу мирную, спокойную жизнь. Ура, за Беларусь! Ребенок мой тоже, мы пришли все вместе, все семьи, и она очень тоже хочет это сказать. Я хочу, чтобы Беларусь цвела, была очень красивой, мирной, чтобы все люди жили спокойно и дружно. На мирный митинг за моцную незалежную Украину пришло не только молодое поколение гомельчан. Тут собрались и ты, кто стал межвольным светкой войны. Яны памятают страшный час и падеи Великой Айчинной. Я пришла, чтобы Беларусь всегда была самостоятельной, свободной страной, чтобы всегда мы жили, чтобы лучше, чем есть, если кому-то этого мало. Нам, нашему поколению. Мы знаем, как было тяжело. Теперь все изменилось в лучшую сторону. Мне нравится жить в своей стране. И я люблю Беларусь. Под час мероприемства до гомельчан звернулся помощник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко. И он означал, что гомельчан, який я до него приходит с допомогой, полное ожидание заработать на жизнь нашего района лучше. Мы одна из самых больших промышленных областей. Здесь куется, льется сталь, металл, урожай, химия развитая, машиностроение, наши комбайны. Все это наша жизнь, наша жизнь наших беларусов, те, которые каждое утро идут на работу, заработать, прокормить семью и дальше жить, чтобы ждались наши дети. Мы строим сегодня дома, мы реконструируем сегодня заводы, мы покупаем новую технику, мы строим автобусы, мы везем вас на работу. Люди, которые пришли на эту пляцовку, занепокоенные становящиеся в Украине, всему свету Беларусь, вядомая своим миролюбием и стабильностью, и мы не имеем права это стратить. Вероника Хамзюкова, Евген Макеенко, Толерадо, компания Гомель. Ни одного работника Гомсильмаша не звольнили по политических мотивах. Люди, которые принимали в дело в акциях протеста, протягивают працовать на заводе. Некольких человек звольнилися по властным жаданям. А с электромонтером, об яким так шмат зараз пишутся в социальных сетках, працонные относины спыненные по далеких от политики причинах. Сегодня побачь с заводом, знову неколькими тенгующих. С якими потребованиями и пропоновами яны пришли, глядите в наступном репортаже. Большаясть беларусов и так знервована тем, что отбывается в Украине. А тут аж история супрационника завода, якого небыто не выпустили с территории на мирную акцию протесту, а потом звольнили на самой справе «Лумачить нам на предприемстве». Решение об извольнении было принято не по политических мотивах, а за неодноразового порушения працонной дисциплины. А у помешканья подчас акции мужчина зачинил себе сам. То, что товарищ Савицкий участвовал в акциях протеста, и в связи с этим его уволили из нашего предприятия, это не соответствует действительности, поскольку работая в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цеха сетей и подстанций. Данный работник имел действующее дисциплинарное взыскание за нарушение охраны труда. И поводом для увольнения послужило второе нарушение данным работникам предприятия, которое заключалось в том, что он производил несанкционированные съемки на предприятии и нарушил положение по пропускному и внутриобъектовому режиму, которым он был ознакомлен. Учера под стенами Гомсельмаша прошла мирная акция протесту. До завода с бело-червоно-белыми стягами пришли некольки десятков человек с закликом до заводчан спынить вытворчасть. В праздник который час до их вышли и сами работники предприемства за дворотной пропановой. Исти на мирный диалог и не перешкоджать працы. До речи, учера ни один работник завода подчас мирной акции не перешел на бок протестующих. Мы вышли сюда высказать свою гражданскую позицию. Хочется, чтобы наша Русь была мирная, чтобы наши дети не боялись и жили на этой земле счастливо. Мои родители работают на предприятии, и я также работаю на этом предприятии. Хочется, чтобы оно процветало. Я за то, чтобы завод работал. По одной простой причине, что у меня двое детей, жена. Соответственно, чем больше забастовок, тем меньше мы работаем. Соответственно, я просто не получу свою зарплату, мне будет просто нечем кормить свою семью. Поэтому я однозначно против забастовок. Сегодня побачь за одним из будинков Гомсельмаша – черговая мирная акция. Усяго мы наличили девять человек. В основном, это юнаки и девчаты. Только две женщины стало его взросло. В руках присутных листовки и невеликие плакаты с закликами «Завод не маучи», «Сельмаш не бойся выходь». Жан-жина, которая отримает аркуш папиры с этим текстом, хавая за им тварь. Некоторые больше охотно идут на контакт с прессой. Мы хотим перемен. Каких? Вернуть в Конституцию 2004 года. А что в ней? Чтобы был только один президент. К заводчанам какой у вас призыв? Мы хотим, чтобы они не боялись и вышли своим словом. В первую очередь мы пришли поддержать бастующих этого завода, если они, конечно, есть. Они есть, вы видели? Есть люди, которые проходят мимо, берут листовки. Есть те, кто пишет в телеграм-каналах, что они хотят бастовать, но на них давит начальство. Я тоже пришла сюда поддержать работающих, которые хотят выходить и бастовать, но их не выпускает начальство. Они давят на них всячески. И все такое. Откуда информация, что закрывают? У меня есть знакомые здесь, на заводе, которые говорят это. Тем часом до митингующих никто с работников завода не вышел. У одних скончилась операционная змена, и они пошли до своих семей. У остальных – праца у разгары. Бо отказанность за выполнение заказов не только имидж холдинга. Это еще и мягчимость для заводчан заработать у горячей месяцы больше. По некоторых операционных специальностях зарплата в лепени перевысила 3 тысячи. Середняя по заводе – амаль – 1200. У цеховых работших больше за 1600. А социальный пакет угом сельмаши, а с бассейным, спортивными залами, домом культуры, знакомитым санаторой машинобудовник, шматрикими льготами и допомогами семьям – один из лепших в регионе. Да к нему, что нам бастовать, кажутся працовники. Работа у нас есть. Коллектив дружный. Работаем даже и остаемся после работы на группу продленного дня. Это что значит? Это значит, что много работы, нужно работать. Просят оставаться, а мы остаемся. Это оплачивается дополнительно? Да, это оплачивается. Политические вопросы меньше интересуют. Интересуют больше условия труда, работа, заработная плата. Работаю своей удовлетворен. Работаю в профессии не один год. Хочу и дальше работать в том же режиме, получать достойную заработную плату и спокойствие в трудовом коллекции. Негативно до агитации спинить вытворшись ставят свою ковальским цеху. Вообще отношусь негативно. На митинги приходят, агитируют. Но и агитируют остановить завод. Но мы против остановки завода. Митинги мирные, пожалуйста, я считаю, можно и проводить все спокойно, добиваться своих требований. Но останавливать не нужно. Сейчас у нас есть работа, мы работаем. Кормим семьи, как говорится. Работа есть, все есть. Почему не работать? Зачем останавливать? У завода есть свои обязательства в поставке продукции. Также их нельзя срывать. Это потеря денег. А сейчас и так тяжелое время финансовое. Нельзя останавливать производство. Тем более в данной ситуации. Как сказал мой коллега, у нас сейчас появилась работа, у нас заказы есть. Когда можно, вот у меня семья, трое детей, мне нужно обеспечить их как-то. Думать о завтрашнем дне, как мои дети будут завтра смотреть. Поэтому мне нужно сейчас, чтобы отработать, чтобы достойно зарплату принести домой, чтобы были заказы у завода. Если мы остановим производство, все, мы потеряем клиентов. Зараз на комсель машина пружина. Не за политикой, просто вельми шмат працы. Треба поспевать у отведенной термины, сбирать, одержать технику. У этой дни десятки сельгазмашин шакают у России и Казахстана. Те, кто призывают к подобного рода действиям, они не отдают отчет вообще ни себе, ни своим действиям, ни последствиям этих призывов. И наше предприятие, наш коллектив нужно дать должное. Я со всей ответственностью заявляю, что превалирующее большинство, абсолютно большинство работников холдинга «Умсельмаш» не поддерживают эти требования. Сегодня мы наблюдаем, как люди работают, работают усиленно, понимают, что идет напряженная пора. Нужно изготавливать качественную продукцию и в срок ее нужно отгрузить. Есть так называемые обязательства перед своими покупателями, перед нашими партнерами. К слову сказать, вот у нас буквально 65 машин законтрактованных, которые должны буквально в течение двух-трех дней отгрузиться в Казахстан. Если произойдет какой-то сбой, то безусловно это отразится на общем репутации, на общем имидже и не только холдинг «Умсельмаш», но и всей страны. Поэтому наши работники это все прекрасно понимают. Они приходят на работу с нормальными мыслями. Абсолютно все в коллективе спокойно управляемо. Марина Джала, Евгін Макенко, Телерадо, компания «Гомель». Действующее законодательство, в частности Трудовой кодекс, четко дает определение, что такое забастовка. Забастовка – это временный отказ работника от выполнения своих трудовых обязанностей с целью разрешения возникшего трудового спора. Механизм принятия решения о проведении той же забастовки, которая принимается когда? Когда нет возможности найти решение по каким-то определенным трудовым спорам. И вот тот же Трудовой кодекс, следующие, последующие статьи, они определяют, что возможно проведение собрания трудового коллектива, причем в нем, для того чтобы оно было легитимно, должно принять участие не менее половины участников трудового коллектива, для того чтобы принять решение о проведении той или иной забастовки. Потому что ее якобы невозможно было решить либо в комиссии по трудовым спорам, либо еще каким-то другим формированием. И вот тогда принимается соответственно решение, если участвует минимум половина трудового коллектива. Александр Николаевич, а как работодатель не просто может, а обязан реагировать на попытки не работать, пусть и несколько часов в день под прикрытием мирной забастовки? Вы знаете, прежде всего еще хотелось обратить внимание, что и решение о проведении самой забастовки, вот этот коллектив должен минимум законодательно определено предоставить нанимателю за две недели. Конечно же наниматель должен каким-то образом реагировать, потому что у него есть план, у него есть трудовой коллектив, ему нужно производить продукцию для того, чтобы потом обеспечить людей и соответственно заработной платой, и другими социальными какими-то гарантиями и так далее. Если человек отсутствует на рабочем месте, неважно сколько это времени, не выполняет свои трудовые обязанности, нарушает трудовую дисциплину, наниматель, естественно, имеет право в соответствии с действующим законодательством принять к нему меры дисциплинарного воздействия. Если же уже разговор идет не о том, что работник отсутствует, например, там бастует где-то или проводит какие-то митинги, соответственно, более трех часов, то есть отсутствует работник более трех часов на рабочем месте, тогда у нанимателя уже появляется и другое право, он может рассматривать вопрос об отсутствии работника более трех часов на рабочем месте и рассматривать вопрос об его увольнении. Жить у райцентра не горшим у столицы. Такую задачу зараз реализуются у Мазыры. Обмерковать выники поскоранах о социально-экономичном развитии города сегодня туда приехали старшиня Ахомельского облаконка Магинат Соловей и наместник премьер-министра Беларуси Юрий Назаров. Подробности в наступном материале. Мазыр – один из 11 городов Беларуси, у которых реализуется план поскоренного социально-экономичного развития. Улады ставят задачу скоротить разрыв якости життя насельства по межобластными и районными центрами. Объем финансования двухгодовой программы для Мазырского района – 1 миллиард 366 миллионов рублей. В среду выконанных показчиков можно назвать колькость працевладкованного насельства и среднюю заработную плату, которая зараз складает 1200 рублей. Экономика района грунтуется на 23 предприемствах. Утым лику таких гигантов, как Мазырский НПЗ и Мазырсоль. Середняя зарплата у промысловости пересягнула 1500, а Амаль – 75% продукции поставляется на экспорт. Вядома, в этом году выручка от экспорта товара и послуг значительно упала за пандемией, но это стимулировало бизнес вернуть больше уваги на местный рынок. На Мазыршине селета открылась Амаль – 30 предприемств в сфере гандли и послуг. Значную вкладу развития района уносит и сельская господарка. Угэтым на прамку мазырани – передовики не только в области, а и в Украине. Хочу сказать добрые слова Мазырскому району, дружинкам сельского хозяйства, потому что они как держали свою планку высоко, так и держат. Многие уже даже председатели райисполкомов аграрных регионов, они не просто уже своих людей учат на примере заре, они уже стараются даже подтягиваться к заре. Это тоже нормально, это хорошо, когда есть такая, знаете, гонка интеллекта, гонка желаний. Самое главное – желание маленьких, пускай, побед, но все-таки побед, потому что за маленькими победами приходят большие. Что тычется инвестиционных проектов, то в наступном году Мазырский нафтоперопорационный завод планует завершить пусконаладочные работы комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. Открытое акционерное товарыство «Мазырсоль» протягивает модернизацию сушильного отделения и будовництва абсорбацийной цепловой помпы. Переузброение вытворчасти протягивает ценно-продприемство «Мазырские молочные продукты». Усёх это техничное переснащение даёт свой эффект, например, расти энергоэффективность вытворчасти, объём выручки, ауслеты зарплата. При этом керавництво региона клопотятся про замоцованье специалистов в районе и створение новых працовных местов. Конечно, дополнительные рабочие места – это вложения и, во-первых, занятость населения, а во-вторых, это больше объёма работ, больше выручки, и, соответственно, больше доходов поступает на бюджет. В дальнейшем основные проекты, помимо пилетного завода, это у нас ещё строительство Московского лесозавода, это инвестиционный наш проект, который планируется реализовать до 2025 года. Но инвесторы готовы, это Витебская лесопилка вложиться и в более оперативные сроки. Там 196 рабочих мест и объём инвестиций – 15 миллионов евро. В ближайший час у Мазыры продолжится реализация и основных социально значных инвестиционных проектов в заведении другой участки спортивно-оздоровленного центра. До речи, сегодня-то в городе после капитального обновления уже открыли Мазырский драматичный театр «Имя Мележа» и Центр дитячей творчести. Ганна Корольчук, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомельс Мазыра». Удержав той инспекции поступают скарги граждан на водителя, у которых выкористовывают гуковые сигналы, не по призначении. Большаясть зворот у аджихаров центральных улиц Гомеля, которые стомились от шума. Подача звуковых сигналов создает дискомфорт для них. В вечернее время они не могут отдохнуть, в вечернее время они не могут ложить детей спать. Сгодно правилам дорожного руха, у населенных пунктах гуковые сигналы треба применять только для продухиления ДТЗ. За невыконание продугледжена администрационная отказность. Попереджение ци штраф до трех базовых величин. Что касается мер, которые мы принимаем, меры лояльные. Если водитель впервые нарушил данное правило дорожного движения, данный пункт ПДД, то, как правило, это либо предупреждение, либо штраф минимальный. 0,5 базовых величин. Каждый водитель предупрежден о том, что если он будет повторно привлечен по данной статье, меры будут приниматься более жесткие. Сигнал может оттягивать увагу інших водителям от руху. Это провокует аварийное становище. В таком случае отказность увеличивается. Штраф от 5 до 20 базовых величин. Так само автолюбителям может погрожать по избавлению права кирования транспортом термином до двух ходов. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Испытал удачу и вместо джекпота сорвал уголовное дело. В «Гомеле» кондуктор присвоил деньги и спустил их в игровых автоматах. В конце июля в линзодорожный РОВД обратился директор «Гомельского автобусного парка». Он сообщил, что кондуктор предприятия не сдал деньги, которые получил после продажи проездных билетов. Оперативники АБ проверили данную информацию. 27-летний ранее несудимый гомельчанин с начала года работал на предприятии. Первые месяцы все было в порядке. Проблемы начались в начале июля. Работник не отчитался о количестве реализованных им проездных билетов. Он должен был делать это постоянно, но говорил, что ничего не продал и денег у него нет. На самом деле кондуктор солгал. У него было в руках более 950 рублей. Всю сумму мужчина за раз проиграл в игровом клубе. С его слов хотел сорвать крупный выигрыш. Возбуждено уголовное дело. Сразу два ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Речице и Речицком районе. 18 августа примерно в 17.44 29-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиши», двигался по улице строителей в райцентре и совершил наезд на 6-летнюю девочку-пешехода. Та внезапно выбежала на проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Речицкую центральную районную больницу. А накануне этого происшествия в агрогородке Ровенская-Слобода Речицкого района примерно в 17.30 38-летний водитель, управляя трактором-погрузчиком при съезде на грунтовую дорогу, совершил наезд левым колесом прицепа на пятилетнего мальчика, который бежал по обочине. Ребенок оступился и попал под машину. В результате ДТП он с телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с убедительной просьбой быть более внимательными и осторожными. Спасатели ликвидировали возгорание на производстве в Лельчицах. Горел цех по производству палетов на улице Советской. Огонь охватил шиферную кровлю на деревянной обрешетке. Повреждения зафиксированы на площади 350 квадратных метров. Но на производственный процесс пожар не повлиял. Пострадавших нет. Рассматриваемая причина – нарушение технологического регламента работ. А в деревне Лутовья Житковического района на пожаре погибла женщина. Со слов соседей, она часто злоупотребляла спиртными напитками. Спасатели, которые приехали по вызову, обнаружили тело сельчанки в одной из комнат ее деревянного дома. В помещении наблюдалось сильное задымление. Хозяйка не подавала признаков жизни. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» «Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра отправляется в Пинск, где примет участие в финале четырех Кубка Беларуси сезоном 2019-2020. За плечами «Гомельчан» в нынешней межсезонье шесть проведенных спаррингов. Пяти из них команда Андрея Мочилова одержала победы над «Витязем» и «БГУФК СКА». А вот болезненное поражение от СКА со счетом 24-38 выявило проблемы. В первую очередь в психологии. Расстроила игра «ССКА», когда мы вышли немножко перегоревшие наверняка. И сначала у нас не сложилось. С самого начала мы не смогли завершить задуманные моменты в атаке. Тут же нам вернули все легкими голами на наших спинах. Но, с другой стороны, эта игра была очень полезна в плане психологического в чем? Что после четырех игр победных против «Витязя» немножко мы уже подумали, что мы близки к тому, если не идеалу, то к тому качеству игры, к которой мы стремимся. Но оказалось, что нам еще работать и работать, и работать непочатый край. В полуфинале Кубка Гомелю в сопернике достался самый непростой соперник «Мешков Брест». Брестский коллектив – несомненный фаворит этого противостояния. Однако гомельчане намерены дать бой чемпиону страны. И тут на первый план вновь выходит психология. Наша задача, как тренерского штаба, подготовить психологические ребята к этим играм. Мы попробуем приготовить небольшие какие-то тактические заготовки. Но в первую очередь, еще раз говорю, это психология. Потому что, да, мы все прекрасно понимаем, что БГК гораздо сильнее нас. Но, опять же, кубковые матчи чем и хороши, что из одной игры может произойти все, что угодно. Полуфиналы Кубка пройдут 22 августа. Вторую пару составили «Скай» и «Машека». Финал и матч за третье место состоятся 23 августа. Задача для Гомеля на мини-турнире в Пинске – подняться на пьедестал. В Гомеле на площадках стадиона «Луч» проходит первенство Беларуси по пляжному волейболу. Состязаются юноши и девушки в возрасте 17 лет и моложе. За награды спорят представители пяти областей страны, а также города Минска. Отсутствуют спортсмены из Брестской области. В составе сборной каждого региона по две пары юношей и девушек. Первенство включает в себя самый взрослый возраст среди юношей и девушек. То есть уже старше они переходят в другую категорию. И соответственно эти девушки и юноши, которые здесь играют, они даже у нас участвуют в чемпионате республики среди взрослых. То есть уровень достаточно высокий. Гомельчане Николай Ефремов и Олег Живушка – в числе тех, кто в классике считается профессионалом. Оба играют за дубль энергии в дивизионе «Б» чемпионата страны. Второй тандем из нашего региона представляет Жлобинский ЦОР – это Иван Фурман и Дмитрий Лагунов. У девушек в честь Гомельской области также защищают воспитанницы Жлобинского волейбола Кристина Глушакова и Надежда Тишкова. Вторая пара из Мозыря. Маргарита Захаренко и Анастасия Бездорогова в минувшем сезоне защищали цвета «Жемчужины Полесье-2», выступающие во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Жлобинские девочки, надо отдать должное их личному тренеру, который с ним работает, это Абраменко Олег Владимирович. Они уже давно стоят на песке, работают, и он уделяет много внимания старшим и младшим. Замечательный тренер в нашей области работает. Моим же девочкам было немножечко сложнее, потому что они до этого принимали участие в сборах молодежной сборной по классическому волейболу. И так получилось, что, ну, скажем, не прошли отбор, поэтому мы решили попробовать еще до конца пляжный волейбол. А почему попробовать? Потому что они в этом году заканчивали школу и уже определились с клубами. Они уже выбрали свою стезю, то есть они выбрали карьеру спортсменов. Конкуренция высокая, попасть в призы будет непросто. Тем не менее, представители нашего региона на домашнем песке намерены бороться только за верхние строчки итогового протокола. Решающие поединки первенства Беларуси состоятся завтра. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова